Так уж вышло, что в честь одного из самых любимых и почитаемых православных святых установлено сразу два дня памяти в году. В народе эти дни называют просто Никола летний и Никола зимний. В церковном календаре два дня памяти святителя Николая Чудотворца. Один день сегодня – это день его представления, день смерти, день его кончины. И второй праздник, Никола летний так называемый, это как раз праздник перенесения его святых мощей. За многочисленные чудеса, совершенные святым, верующие чаще называют его просто Николаем Чудотворцем. Будущий святитель мирликийский родился в IV веке в знатной семье, но, повзрослев, раздал все свое имущество бедным и посвятил себя служению Господу. В своей земной жизни он спасал тонущих моряков, выводил из оточения неправедно осужденных, лечил даже безнадежно больных. Скончался Николай Угодник в глубокой старости в середине IV века. Его мощи остались нетленными, они хранятся в городе Баре в Италии. Во всех православных храмах сегодня проходят праздничные службы. Несмотря ни на что, Николай Чудотворец всем нам помогает, и дай Бог всем здоровья и счастья, что все было благополучно всем. Николай Чудотворец – это самый почитаемый, наверное, на Руси святой, который, ну, я не знаю, наверное, святой, который России помогает. Связано с Днем Николы Зимнего и много народных поверий. А вот, согласно народным приметам, в праздник Николай Чудотворца стоит ждать сильного похолодания. Это те самые Никольские морозы. К слову, по прогнозам синоптиков, с сегодняшнего дня ожидается понижение температуры. Ну а небольшие морозы ожидаются только к выходным.